Воскресенье Понятно, что тема эта безбрежная, и она излагается во множестве аскетических творений святых отцов. Нам необходимо выбрать нечто оптимальное. Да, в аскетической традиции существует масса схем типологизации, лествиц, описывающих духовное преображение человека под воздействием благодати Божьей. Я вашему вниманию предложу ту схему, которая используется на Афоне. Она состоит из двух этапов. Первый этап – это поиск Христа, обращение ко Христу. Второй этап – это следование за Христом. Следование за Христом. У каждого этого этапа есть свои промежуточные шаги. Итак, на первом этапе обращения ко Христу первый шаг – это принятие веры. Первый тип веры. Вера как уверенность. Это интеллектуальный акт. То есть, когда человек признает, что Бог есть, или какая-то что-то мистическое есть, но, как правило, эти люди своим сердцем, своей душой к этой вере никак не расположены. Такая вера не спасает. Это мертвая вера. Такая вера есть у падших духов. У апостола Иакова есть такие слова. Он говорит, бесы веруют и трепещут. То есть, смотрите, они боятся Бога, но разве это их спасает? Нет, ни в коей мере. Второй тип веры. Вера как доверие. В этом случае человек не просто признает бытие Бога, но и у него возникают некие эмоциональные, душевные отношения с ним. Особенно в минуты какой-то радости или скорби. Человек вспоминает о Боге, особенно в минуты скорби, плачется ему, переживает, иногда ропщет на него, высказывает ему нечто. В минуты радости может его поблагодарить. Но поскольку наша жизнь под большей частью своей стабильна, то и человек такого типа забывает о Боге и не помнит о Нем большую часть своего времени. Это эпизодическая вера, эмоциональная. Об этой вере сказано в притче Господа. Помните о зернах, о сеятеле. И сказано, что он посеял зерна при дороге, одни упали при дороге на тернистую и каменистую почву, которые не дали должного схода, не принесли плода. Вот вера как доверие, она тоже не приносит плода. Человек не меняется под ее воздействием. Для того, чтобы измениться, вера должна стать внутренним основанием человеческого мировоззрения. Это уже вера как верность. Вера как верность – это, конечно же, уже радикальное внутреннее изменение человека. Что это значит? Такой человек, когда ему предстоит принять какое-то решение, всегда спрашивает самого себя, «А это соответствует моей вере или нет?» Если да, то он совершает поступок. Если нет, то он готов отказаться, несмотря ни на какое внешнее давление. То есть вера становится ценностью и выражается в верности Слову Божию, воле Божией в жизни человека.